Девчонки и мальчишки, всем огромный привет! С вами Лона. Сегодня я, к сожалению, не могу появиться в кадре, но видео я все равно хочу для вас снять. Видео о моем заказе Фаберлик. И давайте приступим. Наверное, начнем мы с уходовой части. Первое, что вы тут видите, это вот такие вот красивые разноцветные бомбочки для ванны. Здесь они у меня из разных серий. Это вот ароматический бурлящий шар для ванны с солнечной облепихой. Это, значит, у нас из серии мятный шоколад. И также, что это у нас? Ароматная земляника. Вот эти, в общем, бурлящие шарики я приобрела уже к грядущему празднику 8 марта. Буду, как бы, класть их в подарки. Я думаю, эта вещь приятная. Я уже заказала бомбы такие вот от Фаберлик. Они очень приятно пахнут. Ванна такая более, знаете, такая насыщенная по цвету становится. И кожу не сушит, конечно же. Очень приятно принимать ванну с такими вот бурлящими шариками. Очень советую. Дальше я решила еще из линейки вот этой вот мятный шоколад. В прошлый раз я тоже заказывала пену для ванны из этой линейки. Очень мне понравилось. Взяла вот такой вот гель для душа. Также он очень приятно пахнет. Мне нравится, что у него формат небольшой. Я, в общем, буду его брать с собой в спортзал. Я собираюсь, в общем, наконец-то заняться спортом. Так что мне очень удобен этот формат. Очень приятный запах. Хорошо пенится. В принципе, больше от геля для душа я ничего не требую. Очень-очень мне нравится. И также скраб для тела. Тоже мятный шоколад. Скрабом я уже несколько раз воспользовалась. Ощущения пока смешанные. Выглядит вот он вот так. Вот какая-то вот такая вот масса, субстанция. Тоже приятно пахнет тем же ароматом. Но немножко трудновато распределяется по коже. Также его нужно так, знаете, хорошенечко постараться, чтобы нанести. И чтобы что-то им отскрабировать. Ну, довольно он нежный по ощущению. Сильно он не скрабит. Так что это больше такая ароматерапия для чувствительной кожи. Но какие-то серьезные проблемы, конечно, что-то он не отшелушит. Более, скажем так, серьезная. Но вещь приятная. И также здесь у меня вот такая вот ванночка для маникюра. Ванильное лакомство. Очень приятно пахнет это средство. Это, в общем, такое мыльце, которое вы добавляете в вашу ванночку. Для рук, я думаю, да и для ног, в принципе, также можно. И, в общем-то, погружайте туда свои ручки или ножки. И дальше, в общем-то, можете приступать к маникюру. Вещица приятная. Тоже своего рода ароматерапия. Каких-то особых функций не несет. Но я также, думаю, в подарочек кому-то можно положить к 8 марта. Мне, по крайней мере, нравится такая вещь. Вот использовать такое мыльце перед тем, как делать маникюр. Дальше мы с вами приступаем к обзору декоративной части моего заказа. В общем, давайте начнем, наверное, вот с этого тонального крема, который я заказываю уже второй раз. В общем, это серия моя любимая. Секрет Стори. Одна из лучших, наверное, у Фаберлик. В плане декоративной косметики. Вот так вот выглядит тональный крем. Это антиэйдж уже идет. Я не помню, если честно, какие там функции заявляются. Ну, вот вы здесь можете прочесть. Он мне очень понравился. Во-первых, оттенок. Он у меня самый светлый, но отлично подходит моему тону кожи. Я вот этой, кстати, ну, вот этой бутылочкой еще пока не пользовалась. Я только вот не так давно прикончила предыдущую версию. Попробую сейчас вам показать свочный. Вот такой вот он по консистенции. В принципе, не очень жидкий, не очень густой. И оттеночек довольно, конечно, светлый. Но я бы не сказала, что прям уж очень для белоснежек. Легко он наносится, легко распределяется. Быстро, в общем, так можно его вбить в кожу. То есть он не оставляет такого чувства, знаете, маски на лице. Но немножко поблескивает. То есть если у вас кожа жирная, то надо будет хорошенечко припудрить все-таки после нанесения. Но для моей нормальной кожи, а также для кожи уже возрастной, так как все-таки крем антиэйдж, эффект такой вот немножко такой сияющей кожи. Очень неплохо выглядит он на лице. Так что советую. Я им с удовольствием пользовалась и буду пользоваться еще. Не только для девушек, женщин, которым уже нужен эффект антиэйдж, но и также для тех, кто ищет хороший тональный крем для нормальной, ну, возможно, немного комбинированной кожи, то это отличный вариант. Я его люблю. Так, следующая вещь тоже из коллекции Secret Story. Я решила попробовать тени. Но сомневаюсь, что оставлю их в своей коллекции. Да, немножко уж залапанная, конечно же, упаковочка. Вот такие вот здесь оттенки. Тени сияющие, тени такие хорошо, в общем, такие шиммерные. Сейчас постараюсь показать вам Сочи. Это вот два таких оттенка посветлее и два оттенка потемнее. Вот так вот выглядят Сочи. Набираются, в принципе, неплохо на пальчики. Давайте постараемся их посвочить. Вот так вот выглядят. Сочи отличные, скажем так, особенно вот этот вот оттеночек. Я, в принципе, из-за него и брала, можно сказать, эту палетку. Делала я с ней уже пару макияжей. Но, честно сказать, не могу вот прям вот заявить, что она мне понравилась. Несмотря на то, что вроде и тени набираются неплохо, и Сочи неплохие. Но как-то на глазах они у меня смотрятся слабенько. Я не знаю, в чем тут дело. Наносила на базу от Lumine для теней. Ну, как-то не очень пигментированные. Тушуются как-то вот плоховато, в грязь растушевываются. Или, может быть, я уже, знаете, слишком избалована тенями теми же от Urban Decay Naked. Ну, в общем, палетка неплохая. Но меня уже такого рода тени почему-то не очень устраивают. И вот этот, кстати, оттеночек, он на глазах, по крайней мере, у меня практически не виден. И вот этот тоже, в общем. Те, что посветлее, в общем, как-то вообще на глазах не смотрятся. Вот эти два еще можно как-то использовать. Так что, ну, не скажу, что довольна, но... В общем, я так думаю, что все-таки за те деньги, что эта палетка стоит, можно найти тени более качественные. Так что судить вам, но я вряд ли буду пользоваться данными тенями. Дальше, как вы видите, здесь у нас лаки для ногтей. Пусть вас не смущают мои свочи. Я заказала... Сначала давайте вот эти два. Это новинки у Фаберлик. Если честно, я не помню, как они прям правильно называются. Но вот этот идет с матовым... С матовым финишем. И вот этот как бы обычный такой шиммерный... Сатиновый, не знаю, какой у него финиш, но обычный. В общем, этот лак у меня сегодня на ногтях, но этому маникюру уже дня три, так что он такой не свежий. Я постараюсь вставить в видео кусочек, где он у меня только нанесен. Ну, в общем, я этим оттенком очень довольна. Я люблю такие цвета, они очень носибельные. И то, что нужно сейчас, вот мне как маме. И также я люблю такие цвета носить летом, когда кожа более загорелая, смотрится вообще классно. Так что я в восторге от оттенка. Да, нанесен он у меня в два слоя, в один слой, конечно, не смотрится. Он довольно жидкий, течет, то есть он капризен нанесений. Но высыхает быстро, держится, в принципе, нормально, так что я довольна. И вот этот вот цвет, ну, просто потрясающий оттенок. Я даже не знаю, с чем его сравнить. Это такой ярко-ярко-розовый цвет, очень летний. Тоже постараюсь вставить видео кусочек, где у меня этот лак использован в качестве покрытия. В общем, этот оттенок мне понравился и в его матовом варианте, и если сверху покрыть каким-то блестящим, в общем, верхним покрытием, то и в таком более глянцевом виде. Он реально красивый, очень красивый оттенок. Но также он течет, полосит в один слой, в два слоя, конечно, выглядит уже намного лучше, приятно, плотно выглядит на ногтях. Так что, в принципе, я довольна, мне он понравился. Ну и вообще гвоздь, скажем так, моего заказа, вот этот лак потрясающего, такого свекольного оттенка. У меня есть примерно такого же оттенка губная помада от Фаберлик, очень она мне нравится, и вот я захотела такой же лак для ногтей. Я использовала его пока только один раз в качестве педикюра, очень мне понравился. Классно выглядит в один слой, просто отличное покрытие дает, глянец потрясающий. Единственное, ну, также здесь, кстати, очень хорошая кисточка и очень хорошая текстура лака. Но минус в том, что эти лаки быстро подсыхают бутылочка сама. То есть, если вы редко пользуетесь, то я уже, по-моему, пару лаков таких выбросила, потому что они конкретно загустели, ими невозможно пользоваться. Так что имейте это в виду, но сам лак просто потрясающий оттенок, просто мой хит. И дальше две помадки. Вот такие вот. Опять-таки серию я уж не могу вспомнить. Конечно же, все названия, все номера будут как бы подписаны. Первый оттенок это вот что-то такое более каждодневное, носибельное, розовый, но, скажем так, цвет чайной розы, может быть. Как-то так я себе это представляю. Я не знаю, конечно, как, с чем ассоциировать этот цвет. Он не совсем такой, как вы видите, нейтральный. Мне, скажем, это такой вот довольно яркий оттеночек, но в то же время каждодневный, более офисный такой вариант. Очень красиво смотрится на губах. Постараюсь вам показать, как это выглядит. Сама помада отличная по качеству. Я не перестаю хвалить эту линейку. Ложится хорошо, мягко, но в то же время оттенок такой довольно плотный, неполупрозрачный. Держится также на губах довольно долго, если вы еще нанесете в два слоя, да, то это вообще будет класс. Я вообще в восторге, в общем, от этих помад. Наверное, соберу скоро всю линейку. И вторая помада, я давно хотела ее заказать. Это такой вот модный нынче оттенок. Довольно темный. Сейчас покажу, как он выглядит на свотче. Такая, знаете, конкретная слива или даже баклажан. Классная помада, но цвет такой немножко, ну, как сказать, требовательный. То есть не под все, конечно, не под каждый макияж, не на каждый день уж тем более. В общем, классная помада. Если вы искали, то, в общем, советую вам приобрести Фаберли. Качество отменное и оттенок сам такой очень-очень интересный. И дальше карандаши. Два для губ и один для глаз. Давайте, наверное, для губ сначала покажу. Вот из этой линеечки карандашей для губ я уже заказала парочку. Мне они очень даже нравятся. Отличного качества. Это оттенок такой более, ну, скажем так, красно-коричневый. Контур такой. Хороший карандаш, он мне нравится. Он мягкий, он довольно жирный. Я не могу сказать, что суперстойкий, но карандаш неплохой. И второй карандаш автоматический. Он ближе такого, ну, не знаю, не к этой, конечно, помаде, но что-то, в общем, рядом. Вот так вот выглядит. Мне вообще очень понравился его оттенок. Такой приятно розовый. Можно нанести в качестве самостоятельного, в общем, средства для губ. Очень мне понравилось. Так он довольно приятный в нанесении, легко растушевывается. Единственное минус, что, видите, у этих автоматических карандашей кончик вот такой вот, как бы, не остренький. То есть, немножко сложновато будет контур наносить. Но в целом я довольна этим карандашиком, буду с удовольствием им пользоваться. И последний карандашик, это для глаз. Я вообще хочу взять такой карандашик черный, это Каял. У меня есть такой изумрудный, я очень им довольна, просто обожаю его. Черного, к сожалению, не было в наличии. Я взяла коричневый. Это действительно Каял, то есть, он очень мягкий, довольно-таки жирный. Вот, видите, я слегка провела, и вот уже такая насыщенная линия. То есть, его можно использовать в качестве подложки, под тени для смоки, айс. Можно подводить внутреннее веко, можно, в принципе, даже и, как бы, стрелочку делать и растушевывать слегка. Так что, ну, вообще люблю эти карандаши, присмотритесь, они бюджетные. И в то же время, качество у них на высоте. Вот, в принципе, это был весь мой заказ Фоберлик. Прошу прощения, что я сегодня не была с вами в кадре. Мы обязательно с вами скоро увидимся. Пишите мне, что вам понравилось в моем заказе, может быть, что вы приобретали в последнее время. Как всегда, жду ваших комментариев. Очень рада была вас видеть. И пока-пока, увидимся очень-очень скоро.